Считаем калории, в тренажерном зале времени проводим больше, чем дома, давимся куриной грудкой, а вес и ныне там. Может, все дело в щитовидке или надпочечники не дают достичь фигуры мечты? Почему появляется лишний вес и как с ним бороться? Сегодня обсуждаем это. Это программа «На здоровье». С вами я, Инга Гудали, наш доктор Елена Холина. Здравствуйте. Эпидемия людей плюс сайз. Есть два вида голода. Это физический и психологический. Многие ведь уверены, что проблема в щитовидке. Все это мифы. Давайте искать корень зла. Типа телосложения тоже учитывается. Диеты в долгосрочной неработке. Килограммы вернулись и друзей привели. Еды нету, надо спасаться. Жизнь удалась. Все садится рукой. Все похудел. В гостях у нас эндокринолог Медина Екатерина Полярко. Екатерина Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот медики говорят, что нас захлёстывает новая эпидемия. Эпидемия людей плюс сайз. То есть людей с лишним весом очень много. А что такое лишний вес? Это сколько? Ну есть несколько методов подсчёта формул, по которым мы понимаем, что у человека есть избыточный вес. Самый распространённый – это индекс массы тела. Это надо вес в килограммах поделить на рост в метрах квадратных. И мы получаем индекс массы тела. Норма индекса массы тела от 18,5 до 24,9. От 25 начинается избыточная масса тела до 29,9. От 30 до 34,9 – это первая степень. 35, 39 и 9 – это вторая степень ожирения. И всё, что выше 40 – это третья степень ожирения. Также по объёму талии мы можем посчитать. У женщин норма до 80 см, у мужчин до 94. И также по соотношению охвата талии к охвату бёдер. Есть формула. Это у женщин до 0,8, у мужчин до 0,9. Но мы должны… Масса телосложения тоже учитывается, потому что мы же все разные. Не все рюмочки, не все груши, яблоки и всё остальное. Да, но надо понимать, что индекс массы тела подходит не всем. Есть группы людей, которым нельзя учитывать индекс массы тела. Это беременные женщины и спортсмены. То есть бывает набор массы тела за счёт избытка мышечной ткани и преобладания мышечной ткани. Хороший вариант ещё – это биоимпедансометрия. Но у нас, к сожалению, этого аппарата пока нет. Мы его планируем привезти. У нас спортсменов есть. Да, он измеряет уровень в процентном соотношении всех тканей – жировой, мышечной, ну, все ткани – жидкость, костная ткань. В процентном соотношении мы понимаем за счёт преимущественно какого компонента идёт набор веса и избыточный вес. Только факты. Лишний вес есть почти у 40% населения планеты, а у 13% диагностировано ожирение. Самой страдающей от лишнего веса страной являются Соединённые Штаты. У каждого четвёртого американца есть ожирение. К лишнему весу может привести недосып. Из-за нехватки сна нарушается выработка гормона голода – грелина. Зачастую у людей, которые страдают ожирением, домашние питомцы тоже имеют лишний вес. При этом владельцы собак вес набирают медленнее. Причина – ежедневные прогулки со своим питомцем, а это неплохая кардионагрузка. Специалисты ВОЗ подсчитали, если бы исчезла проблема ожирения, то средняя продолжительность жизни увеличилась бы на 5 лет. Ну, с лишним весом разобрались. Теперь давайте искать корень зла. Почему этот лишний вес появляется? Многие ведь уверены, что проблема в щитовидке. Существует, на самом деле, только две причины. Первая причина – это алиментарный генез, наше пищевое поведение нарушенное, пищевые привычки. Одно, главное слово, что это объединяет – переедание. Мы чуть больше поговорим. И второй момент – это эндокринные причины, которые занимают всего лишь 3%. Сразу подмечу, что это редкие заболевания, и они редко вызывают набор веса, потому что чаще всего пациент приходит и сразу хочет найти эндокринную причину, но чаще всего мы эту эндокринную причину не находим, находим нарушенное пищевое поведение. Екатерина Алексеевна, ну вот вы говорите только две причины, но ведь многие уверены, что есть еще наследственность, замедленный метаболизм, прием каких-то лекарств. Или вот после родов, допустим, женщина поправилась и похудеть уже сложно. Как с этим? К сожалению, все это мифы, да, есть предрасполагающие факторы, та же генетика, роды, но почему-то взять двух женщин, например, женщина, которая тоже родила, у нее этот же фактор, но при этом она похудела, да, или же человек с генетикой, у которых все в семье с избыточным весом, с ожирением, но почему-то у него нет ожирения. Все это тоже связано с пищевым поведением, то есть преимущественно, если у человека есть, о чем мы будем говорить сегодня, это пищевые привычки, да, где что-то заедается, где-то мы стресс заедаем, где-то эмоции, где-то напряжение, где-то не чувствуем голод свой и чувство насыщения, тогда человек начинает поправляться. Вот эти все причины, это мифы, то есть нет никаких других причин, только две основные вот причины эндокринной и переедания. Давайте для начала начнем с профильных, с эндокринных причин. Как правило, это три заболевания. Первое, это заболевание щитовидной железы, гипотиреоз, снижение функции щитовидной железы. Второе, это гормоны надпочечников, избыточная выработка, такое заболевание называется гиперкортицизм. И третье, это повышенный уровень пролактина, гиперпролактинемия. Так, давайте вернусь к щитовидке, давайте с нее. Почему из-за нее может появиться лишний вес и какие вообще еще симптомы могут быть помимо этого веса? Гипотиреоз – это частое заболевание, чаще всего оно протекает бессимптомно, то есть человек может ничего не беспокоить или какие-то неспецифические признаки. Слабость, утомляемость, апатия, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи, отеки, если это более выраженный гипотиреоз, заторможенность, если там очень высокий ТТГ, может быть, охриплость голоса. Почему? Можно сказать, что отеки такого общего порядка, не только ноги или веки. И понимать, за счет чего происходит набор веса при гипотиреозе. За счет накопления жидкости. То есть гормоны… То есть это не жир? Это не жир, не накопление избыточного количества жировой ткани, а задержка жидкости. Скрытые отеки могут там до 3-5 литров, это могут быть вообще скрытые отеки. Поэтому человек может поправиться на эти же 5 кг. Когда мы компенсируем тиреоидный обмен, подбираем дозу тироксина, отеки просто уходят, и мы можем потерять до 5 кг. Надо понимать, что это не 10, не 20, не 30 кг, как это бывает. Так что получается, если лишний вес очень большой, щитовидку можно исключить? Можно исключить, да. Но мы, как правило, сдаём ТТГ, чтобы точно убедить пациента в том, что это не эндокринная причина. И опять же, сильный набор веса не характерен. Только задержка жидкости. Ещё раз проговорите, какой анализ нужно сдать, чтобы понять, что щитовидка не в порядке? Единственный анализ – это ТТГ, его достаточно для скрининга патологии щитовидной железы. Если с ТТГ что-то не так, норма, опять же, повторимся от 0,4 до 4. Если выходит как-то за эту норму, то надо подойти к эндокринологу, и он направит ещё на исследование на гормоны и на УЗИ щитовидной железы. Получается, что человек, в принципе, самостоятельно может прийти, сдать анализ на ТТГ и понять, если выходит туда выше верхней границы, то, значит, идём к эндокринологу. Да, и опять же, не факт, что этот избыточный вес именно проблема в щитовидной железе. То есть сопутствующим может быть ожирение. Может сочетание быть, да? Как проявляются симптомы и почему пациенты вообще обращаются к врачу? Как правило, тоже не из-за избыточного веса, а из-за повышения сахара, развития сахарного диабета или преддиабета, из-за переломов, из-за появления растяжек на теле бордового красного цвета. Телосложение у них по-другому, для них характерно. Какое? Отложение жира преимущественно на лице, на груди, на животе. Ноги, руки при этом у них худые. То есть когда пациент такое заходит, как правило, уже мы можем заподозрить. Предположить. Повышается у них артериальное давление, тахикардия, патология сердца, может быть, какая-то. Но это достаточно редкая патология, да? Это достаточно редкая, это и тяжёлое заболевание. А здесь какие анализы нужно сдать, чтобы понять, что вот надпочечники виной всему? Обязательно обратиться с этим вопросом к эндокринологу. Не сдавать самому самостоятельно, потому что сдадите неправильно. При подозрении на избыточную выработку неинформативно сдать просто кортизол натощак. Надо сдавать в пробе какой-то. У нас это кортизол в суточной моче есть и кортизол в пробе с дексаметазоном. Пьётся 2 таблетки дексаметазона и на следующее утро сдаётся кортизол. Так, ну и третья эндокринная причина – пролактин. Что с ним? Да. Пролактин, по-другому гиперпролактинемия – это избыточная выработка пролактина. Тоже понимать, что кроме избыточного веса должны быть другие симптомы. Это у женщин, если это нарушение менструального цикла, выделение из молочных желёз, снижение либидо, бесплодие. У мужчин же это тоже импотенция, снижение либидо, бесплодие, гинекомастия, то есть это увеличение грудной То есть и мужчины, и женщины могут страдать, да? Да, могут страдать, конечно, да, но больше, как правило, у женщин это заболевание. Избыточный вес может психологическое состояние изменяться, депрессивное состояние могут быть. А здесь избыточный вес большой может быть? Незначительно, то есть тоже не 10, не 20, не 30 килограмм. Там 5-6 килограмм может быть избыточный вес. И сдаём пролактин тогда, да? Сдаётся пролактин, опять же, после осмотра эндокринолога, если он посчитает нужным, если он опросит внимательно и поймёт, что может быть гиперпролактинемия. Опять же, если у человека только избыточный вес, этих всех симптомов нет, пролактин нет смысла сдавать. Знаете, сейчас пришло на ум, многие видят причину, своего лишнего веса в инсулинорезистентности. Хотя до конца ещё не все понимают, что это такое. Она может быть причиной? Инсулинорезистентность – это всегда следствие. У нас сейчас очень много в Инстаграме нутрициологи, все скидывают ответственность на этот инсулин, его лечат. Но всё, надо понимать, что всё наоборот. Изначально появляется избыточный вес. При избыточном весе появляется избыточное количество жировой ткани, особенно в области живота, в области талии. Абдоминальный жир. В этом жире что происходит? Снижается чувствительность к инсулину, начинают плохо работать рецепторы. Инсулин присоединяется, каналы, которые пропускают сахар из крови в ткани, блокируются и поднимается тем самым сахар. То есть изначально избыточный вес, появляется инсулинорезистентность, потом последствия – это преддиабет или сахарный диабет. Никак не наоборот, потому что сейчас очень много мифов, что изначально повысился инсулин, и поэтому у меня как-то аппетит поменялся, у меня избыточный усиленный аппетит, и поэтому я кушаю и даю вес. Вложное представление. Да, инсулинорезистентность – это следствие, и лечить инсулинорезистентность не надо. Надо заниматься изначально работой со снижением веса. Когда начнётся снижаться вес, тогда начнёт снижаться инсулинорезистентность. Ну, давайте теперь к оставшимся 97%, которые просто переедают. Кстати, что значит переедать? Это есть огромные порции? Переедание – это ошибка воспринимать, что это какие-то огромные порции. А что? Нет. Переедание – это когда мы получаем избыточное количество еды, которое на самом деле телу не нужно. У нас есть физическая потребность. Как во сне, искупаться, помыть голову, почистить зубы. Такая же физическая потребность – получить еду. Еда должна восприниматься человеком как топливо, чтобы получить энергию, чтобы у нас работал мозг, кишечник, желудок. Но очень часто мы закрываем какие-то наши другие потребности едой в том числе, психологические особенно моменты. И тут получается, что человек откуда может набирать этот вес, откуда у него может избыточное количество еды появляться. Это может быть изначально из-за того, что человек плохо ощущает своё чувство голода и своё чувство насыщения. То есть человек не знает, какая ему порция нужна. Элементарно, вроде порция может быть небольшая, но он может элементарно переесть из-за того, что он плохо ощущает своё насыщение во время еды. Это быстрый темп еды может к этому приводить, да? Да. Рецепторы не успевают. Плюс у нас разная потребность в еде. Это не может быть одинаковая порция всегда. Где-то у нас больше физической нагрузки, где-то меньше, где-то у нас более активный день, более подвижный. Мы пошли, например, на тренировку, на бассейн, по работе мы много ходили. А в другой день мы заболели, лежали, ничего не делали или отдыхали. Понятное дело, что потребность в еде будет разная. И порция нужна нам разная. Екатерина Алексеевна, ну поправьте, если я ошибаюсь, организм ведь очень умное устройство и, по идее, должен подавать сигнал. Стоп, всё, хватит, я наелся. Почему этот механизм даёт собой? Потому что с детства нас подавляют в нас эти чувства. Где-то ребёнку, например, говорят, доешь тарелку до конца. Вот ты пока не доешь, ты пока не доешь, не встанешь. Или какие-то эмоции нас подавляют. Ребёнок, вот почему мы часто заедаем эмоции. То есть ребёнок, у него что-то болит, там, животик, зубки. Он что-то хочет. Ешь конфетку. А ему, да, не плачь, возьмём тебе, купим сейчас конфетку. Или на, держи там тортик, только не плачь, пожалуйста. То есть вот это всё подавляется с детства ещё. Плюс мы можем подавлять своё чувство голода за счёт того, что, например, мы работаем, учимся где-то, нам надо выполнить большой объём работы. Мы чувствуем какие-то первые симптомы голода в желудке. Начинает что-то урчать, бурлеть, подсасывать. Но мы это начинаем игнорировать. То есть мне сейчас некогда, я сейчас закончу работу, я потом поем. И вот один раз мы проигнорировали, второй раз проигнорировали чувство голода потихоньку. У нас притупляется это чувство. Мы должны научиться его заново ощущать. Ну вот слышала, что есть ещё обратная ситуация, когда при якобы симптомах голода мы начинаем есть, а это организм просто хотел воды. Да, есть два вида голода. Это физический и психологический. Вот физический – это о чём мы говорили с вами. То есть это истинная потребность в теле. Желудок даёт какие-то первые симптомы. Это всё, что происходит в желудке. Урчит, бурлит, подсасывает. Какие-то ощущения дискомфорт в желудке происходят. Есть психологический голод. Это когда какая-то потребность другая в чём-то в другом, не в еде. Это может быть психологический какой-то момент. И у человека не появляются никакие симптомы в животе, у него появляется мысль в голове. Вот я хочу, например, конфету, я хочу мороженое, я хочу квас. И это, как правило, определённый продукт, на который тянет. Какие могут быть причины, почему возникает этот психологический голод. Чаще всего у нас люди заедают эмоции. То есть человек испытывает какую-то положительную эмоцию. Например, радость, счастье, удовольствие на каком-то крупном мероприятии, например. И он усилить хочет это удовольствие, его гипертрофировать. Да, его продлить, и он будет использовать в этом плане еду. Либо, наоборот, негативные эмоции. Если человек зол, раздражительный, обижен и так далее, любая негативная эмоция может автоматически заедаться. Когда мы обучаемся психологическому голоду, потребность от этого уходит. То есть мы учимся проживать эти эмоции. Второй момент, откуда может появляться ещё потребность в психологическом голоде, это, например, человек устал. Он уставший после работы, напряжённый, ему хочется расслабиться. И, как правило, вечером люди переедают, то есть для того, чтобы расслабиться. Вернёмся к лишнему весу. Так ли всё серьёзно? Многие диетологи утверждают, что нужно калории тратить больше, чем потребляешь, и всё. Сейчас есть колоссальное количество счётчиков калорий, считай, и вроде проблема решена. К сожалению, это длительно не работает, подсчёт калорий. Почему? Первый момент, почему? Потому что у нас потребность разная постоянно в калорийности. Если взять стройного человека и посчитать каждый день, сколько он ест, где-то у него будет больше калорийность, где-то меньше, за счёт физической активности. Где-то, вот мы уже говорили, где-то у него будет более активный день, где-то более пассивный, и потребность в другом. А длительно всю жизнь мы считать калорий не сможем. Какое-то время мы посчитаем калории, может, и сможем снизить вес, но это будет кратковременный результат. Как только человек опять не будет считать калорий, он опять вернётся в свои пищевые привычки, начнёт, например, заедать, начнёт скуку убирать, начнёт напряжение снимать, не будет чувствовать, сколько ему нужно на самом деле, то есть не будет сытость свою чувствовать, и он опять будет обратно набирать этот вес. То есть нужно навести порядок в голове. Это лучше калькулятор. Да, с питанием мы, конечно, работаем. Есть такое определение, как осознанное питание. Сейчас все современные диетологи, особенно развивается это направление в России, в Европе, что это означает. То есть мы постараемся найти баланс между внутренними потребностями, внутренними пожеланиями в еде, какую еду больше хочется, и диетологическими рекомендациями. То есть как сформировать тарелку, какой перерыв, какой перекус. И вот это равновесие мы должны найти. Потому что если упираться чисто в диету, мы тоже можем сорваться, и результата длительного не будет. Ну хорошо, а как всё-таки с лишним весом бороться? С заболеваниями всё понятно. Тут идём к врачу и лечимся. А вот касательно переедания, что делать? Есть специалисты, их сейчас в России уже достаточно много. У нас больше ещё придерживаются старых принципов. Это какие-то диеты, ограничения, строгие запреты. Но это длительного результата не приносит. Лучше всего обращаться к специалистам, к консультантам по пищевому поведению. Есть такие специалисты. Это могут быть либо диетологи, либо нутрициологи, диетологи с высшим образованием, либо психологи, которые тоже этим занимаются. Вы ведёте таких пациентов? Да, я веду. Я сейчас закончила уже одно образование официально. Корочку я сейчас уже сдала, я жду просто диплом. Миф или правда? Причина лишнего веса – медленный метаболизм. Причина лишнего веса в избытке еды. И всё в большинстве случаев. Нет никаких широких костей или медленного метаболизма. Чтобы похудеть, нужно не есть после шести. Важно не когда, а что, сколько и почему. В остальном же пища, съеденная без 15,6 или в 15 минут седьмого, переработается и усвоится одинаково. Похудеть помогут обезжиренные продукты. Не помогут. В них минус жиры плюс сахар. Его производители добавляют для улучшения вкуса. Так что польза здесь сомнительна. Голодание – лучший способ похудеть. Это вряд ли. Зато действительно лучший способ – разбудить зверский аппетит. Ну и параллельно заработать себе проблемы со здоровьем. Можно похудеть, если питаться только фруктами. Может и да. Вот только когда диета закончится, всю жизнь на фруктах мало кто сможет просидеть. Потерянные килограммы снова скажут здравствуй. Екатерина Алексеевна сейчас спрашивают зрители. Какие базовые анализы нужно сдать для контроля здоровья в 44 года? Базового списка анализов у нас не существует. Нужно прийти либо к терапевту, либо к эндокринологу для того, чтобы осмотреть, для того, чтобы вас опросить. И понять, что вас беспокоит. Исходя из ваших особенностей, индивидуально подобрать вам список анализов. Таких не существует. Спасибо. У беременных сахар 6,2. Норма ли это? Ни в коем случае. Конечно же, мы знаем, что у беременных у нас другая норма. Плюс непонятно, откуда взята эта кровь 6,2. Из пальца или из вены. Из пальца мы у беременных не смотрим, только из вены. Поэтому если из пальца было сдано, пересдать срочно из вены и бежать к эндокринологу. Потому что если это из вены 6,2, это гистационный сахарный диабет, который требует обязательного лечения, для того, чтобы у вас был здоровый ребеночек. А у беременных нормы? Нормы до 5,1. 5,1 и выше по вене это уже гистационный сахарный диабет. Увеличение щитовидки первой степени. Как часто ее нужно проверять? Тут в зависимости от заболевания, которые изначально первая степень, увеличение щитовидной железы может быть из-за разных причин. Это может быть аутоиммунный тиреодит, это может быть эндемический нетоксический зоб, диффузный токсический зоб, болезнь Грейса, узлы. Тут тактика решается в зависимости от того, какое это заболевание. Это может быть от 1 раза в 6 месяцев до 1 раз в год. Тут надо смотреть, какое заболевание изначально. Следующий вопрос. Можно ли применять эутерокс беременным? Эутерокс можно, но опять же надо убедиться, что это по показаниям. Раньше у нас существовали нормы. Всех беременных ТТГ должен был быть до 2,5. Сейчас рекомендации у нас поменялись уже в течение нескольких лет, но это до сих пор у нас продолжается. Поэтому убедиться первое, нужен ли вам на самом деле тироксин, потому что нормы ТТГ уже как у обычного человека до 4, если вы тироксин раньше не принимали. Если принимали, это все на приеме объясняется, тоже обсуждается. Если он нужен, обязательно он применяется. Если по показаниям в течение всей беременности можно альтероксин и у тирокс пить. Тоже, чтобы родились здоровые дети, да? Дозировку альтероксина назначают в зависимости от веса и роста? У нас есть определенная формула, по которой мы примерно можем посчитать, сколько нужна доза, еще в зависимости от цели. Если беременные и пожилые люди, там один коэффициент умножается. Если это обычный человек, то там другой коэффициент. Если после операции, после рака щитовидной железы другой коэффициент, мы примерно можем рассчитать дозу, но прямо индивидуальной какой-то формулы, чтобы точно попасть, не существует. У разных людей разная чувствительность к гормонам, поэтому это корректируется доза в динамике. То есть надо проконтролировать гормоны, увидеть, достигли ли мы целевые значения. Можно ли при проблемах со щитовидкой долго находиться на солнце? Смотря какое заболевание. Если это злокачественное образование, понятно, что надо решать проблему с этим узловым образованием, оперироваться. Потом можете после компенсации, когда подобрали вам дозировку, после операции можно тоже делать все, что хотите. Касаемо диффузного токсического зоба, такое заболевание, как тиреотоксикоз, когда гормоны высокие. На момент, пока гормоны высокие, надо избежать контакта с солнцем, иудированных продуктов. Как только вы скомпенсированы, можно уже и загорать в том числе. Если это узловые образования, которые гормонально неактивные, то есть в норме у вас гормон в крови ТТГ, если это аутоиммунный тиреидит, все можно. Не только загорать, все-все можно. Обильный волосяной покров на теле. Какие анализы нужно сдать? Тут много фактов надо расспросить. Какой возраст, если это девушка, что с менструальным циклом, если бесплодие, выделение из молочных желез, надо либо к эндокринологу, если это мужчина, к урологу. Ну, в принципе, у мужчины это может быть нормально, физиологично. Скорее всего, про женщину. Поэтому к эндокринологу надо подойти с этим вопросом. Екатерина Алексеевна, мы только затронули еще один способ сбросить лишний вес. Точнее, даже не один способ. Их миллионы, наверное, диеты. Перечислять не буду, но их колоссальное количество. Они работают? Они работают, но, к сожалению, не в долгосрочном перспективе. Краткосрочно можно очень хорошие результаты получить. И вернуться потом к своему весу. Да, и вернуться потом к своему весу. Есть у нас такой эффект, йо-йо, по исследованиям он уже доказанный, что пока человек придерживается диеты, он снижает вес. Идет прям такая графа. Потом, когда человек начинает уходить с диеты или сорвется, например, он опять начинает набирать вес обратно до тех же килограммов или еще больше. Ну вот как говорят, килограммы вернулись и друзей привели, да? Да, почему диета в долгосрочной не работа? Потому что человек не может всю жизнь жить в ограничениях. Мы не можем на всю жизнь убрать там жареное, мучное, конфетки и так далее. Когда мы ограничиваем себя, мозг сразу понимает, так, мне нельзя. И мозг это воспринимает как запретный плод сладок, сразу это очень сильно хочется. Человек будет постоянно думать об этом, тревожность, зацикленность на этом. И человек постоянно с этим живет. Кто-то и продерживается больше, кто-то может год продержаться, кто-то там месяц, например. А потом срыв. Да, рано или поздно, к сожалению, человек срывается. Либо постепенно, да, начинает возвращать свой рацион, либо сразу срывается, переедает. И понимает, что мне стыдно, я не справился. Чувство вины. Да, чувство вины. Да, я получила удовольствие. Да, и я опять сяду-ка я на диету опять. И вот этот порочный круг, он постоянно продолжается. Можно же без ограничений вот этих, да, если проработать. Опять же, вот почему диеты еще не работают. Потому что решаются истинные причины, да. То есть мы там что-то ограничили, но истинные причины переедания не убрали. Екатерина Алексеевна, а вот хочу еще спросить про такой способ. Ну, сейчас о нем разве что из утюгов не слышно. Интервальное голодание. Ну, это тоже такой своеобразный вид диеты. Что скажете? Это совсем не физиологичное питание, к сожалению. А в чем заключается? Интервальное голодание, там есть разные схемы, когда человек какое-то определенное количество часов кушает, какой-то определенное не кушает. Самое частое это 16 плюс 8. 16 часов человек ничего не кушает, зато 8 он ест. Что происходит физиологически? Наш мозг, ему нужна еда примерно каждые 5 часов, не больше 5-5,5 часов. Что происходит, когда еды нет 16 часов? Возрастает сила голода, возрастает уровень голода до таких моментов, что мозг понимает, что еды нет, надо спасаться, он даёт импульсы, что мы ели всё. Понятное дело, что на сильной стадии голода мы ничего не сможем проконтролировать, ни насыщение, ни степень, когда вовремя остановиться. Мы не сможем кушать спокойно, мы будем кушать очень всё быстро. Конечно, это может привести к результатам, но опять же, когда человек уходит с интервального голодания, всю жизнь человек не сможет на этом питании, он опять вернётся в свои привычки, которые ему мешали быть стройным. Хорошо. А физнагрузки? Опять же, вернусь к такому устойчивому утверждению, что трать больше, чем потребляешь, и всё, жизнь удалась. Всё ходит с рукой. Ты похудел. Физические нагрузки по исследованиям тоже доказаны, что мы можем похудеть на несколько килограмм, но, как правило, на 20-30 килограмм физнагрузка не помогает. Есть очень много пациентов, которые ко мне приходят и говорят, что я уже 2-3 месяца хожу в спортзал, тренируюсь по 3 раза в неделю. А вес не ушёл. Не получается, не получается. Статистически указано, что физическая нагрузка нам помогает. В плане тонуса, поддержать тонус мышц. Когда мы худеем, мы теряем все ткани, и жировую, и мышечную, без тренировок. Если мы тренируемся, мы сохраняем мышечную ткань. Плюс работа сердечно-судистой системы кровообращения, лимфооток, отёки. То есть общее состояние организма, конечно, поддерживается при физнагрузке. Плюс нагрузка – это один из источников удовольствия. То есть когда мы выбираем нагрузку, которая нам нравится, тем самым уменьшается потребность в еде. То есть мы вот это удовольствие не будем получать в еде. Поэтому рекомендую от всей души заниматься физнагрузкой, но заниматься не с целью, чтобы снизить вес, а для того, чтобы получить удовольствие, кайф, и поддерживать своё тело в тонусе, в здоровье. Ну вот я знаю, что не все любят физнагрузку. Для некоторых это такое мучение. То есть получается, что можно похудеть и без неё? Можно похудеть и без. Просто лёжа на диване? Можно и без. Что ж, Екатерина Алексеевна, спасибо огромное и за ваше время, и за вот такую вот достаточно подробную инструкцию, как сбросить лишний вес, причём, я надеюсь, навсегда. Ну, самое главное – не воспринимать этот путь тяжёлым. Если с вами хороший специалист, он подробно вас доведёт до результата, и путь на самом деле интересный, насыщенный и лёгкий. Сегодня мы говорили о том, откуда берётся лишний вес, в каких случаях он требует медикаментозного лечения, а когда достаточно изменить свои пищевые привычки. Это была программа «На здоровье». Увидимся на следующей неделе. Будьте здоровы, смотрите наши эфиры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!